которые сейчас очень перепуганы в Киеве, боятся вторжения Путина, что бы вы могли им сказать? Собирают вещи, убегают многие во Львов, куда-то там еще, боятся, спрашивают, когда Путин нападет. Я говорю, что спрашиваете, ну когда уезжать? Что бы вы сказали? Ну а сил и средств у нас встретить его, я думаю. Я думаю, что нас хватает. Народ у нас мотивованный, уже так свою державу просто не уйдет. К сожалению, многие почему-то сомневались. Я скажу только, это уже не для Кандаря, не свое счастье, Путин прострал, что ему спрашиваются. А почему именно так? Ну когда у нас армии, можно сказать, не было взагалі, была разграблена, раздета. Ну да, при Януковиче. Була бумажная армия, все в перехотах. Ну а если у нас люди все текали, то действительно, что не будет. А если мы один кого-то знакомим, то ты думаешь, что ты пошел? Ну а человек в Польшу утек. Я говорю, добре, но он втек в Польшу. Я говорю, ну ты же с детьми тут же лишился. А ты куда втекати будешь? Все, мовчок. Він, кто втек, а ты мама, тато, дети. Всі ж тут лишился. Всі ж не втечут. Путин боится, когда мы консолидируемо. А если, конечно, паника, люди начинают бігти. И это называется развивание локаций. Поэтому вместе мы сила. Конечно. Вот именно. Останутся именно. Утекают дальше. Кто в них останется, кто втекает. А еще и хлопцы, народные. 100% Я знаю, что… И женщины, и мужики, и мужчины. У нас есть 8 лет. В него есть. За 8 лет он не был. Кто пришел в эту школу, и уже они знают, что оно так. И да еще лучше. И кто, именно такие люди, которые не знают. А гражданское населендание, а старые, они не переживают. Они спокийно будут спать, а тут будет, и они прийдут сюда, так и уйдут. Я считаю, что они критушили за счастье. Да, то много, да, да. Я готов собак выкинуть. Я надену сюда в деревянный бакин. Нет, все они, и хлопцы, ты знаешь, армия, и срочники. Сила там только за счет срочников, там контракт. Они просто...